Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков. Прививка здоровья. У ветеринаров Алматинской области период сложный. Дел не в проворот. По республике в нашем регионе поголовье скота самое многочисленное. Более 5 миллионов 600 тысяч голов. И каждой нужно сделать прививку. Средства бюджет выделяет. Но самое главное в этой работе – доехать до каждого отгона. Зайти в каждое подворье. Мой коллега Азаджимаханов вместе с ветерочами объехал животноводов Коксулского района. Сибирская язва, ящер, бруцеллез, туберкулез – это неполный перечень опасных инфекционных заболеваний скота, который может передаваться человеку. В прошлом году в Алматинской области было выявлено 19 очагов заболевания особо опасными инфекциями. В нынешнем ситуация стабильна. Фактов заражения не зарегистрировано. Для сохранения благополучной обстановки ветеринары области ведут масштабную работу. Им предстоит объездить все отгонные участки и все индивидуальные подворья. На сегодня работы завершены почти на 90%. Ветеринарные мероприятия проводятся против 19 особо опасных болезней. Несмотря на карантинные мероприятия, все вакцинами обеспечены. По области имеются 20 ветеринарных станций и 252 ветеринарных пунктов. На сегодняшний день проведено, идентифицировано сельскохозяйственных животных. Это 1 264 000 крупнорогатого скота, 4 315 000 мелкорогатого скота, 364 000 лошадей, 58 500 свиней и 7 600 голов верблюдов. Все данные заносятся в ветпаспорта. Персональный паспорт на каждую из 50 голов домашнего скота есть и в крестьянском хозяйстве «Анюта». Руководитель хозяйства Василий Барбашов уделяет вакцинации особое внимание. Ветеринары приезжают вовремя, вакцинацию проводятся вовремя. К ветеринарам никакой претензии нет. Спасибо им за это, что они нам вовремя обслуживают. Бесплатно, никакие деньги, мы ничего не платим. И на вызов приезжают тоже, и ночью приезжают, если надо, бывает. У них свой транспорт. В паспорт заносится и информация о так называемых серьгах. Эта информация полезна и при розыске животных, на которых посягают скотокрады. Акция с учетом бирочных номеров и весенняя вакцинация продлится до июня. Азаж Маханов, Аблай Кутакпай, телекомпания Ажетасо, из Коксусского района. Непростая ситуация сложилась с поставками льготных горюче-смазочных материалов по Владарской области. Акимат региона обратился в департамент по экономическим расследованиям для принятия мер в отношении оператора, допустившего срывы договорных обязательств по обеспечению крестьян недорогой соляркой в период посевной. В самой фирме считают, что ее незаконно исключили из списка поставщиков удешевленного топлива. Аграрии при Иртышье уже массово вышли на поля и неожиданно стали получать, как они сами это называют, письма счастья, в которых говорится о расторжении договора на поставку льготного ГСН и возврате денег. Речь идет о солярке, предусмотренной на май. Всего на весеннеполевые работы в Павлодарской области выделено 19100 тонн удешевленного ГСН. Общая площадь посевных почти полтора миллиона гектаров. Власти Казахстана объявили о стабилизации ситуации в зоне бедствия на юге страны, где из-за наводнения были эвакуированы более 31 тысячи человек. Как сообщают региональные издания, администрация Туркестанской области планирует рыть каналы и рвы, чтобы ускорить вывод воды. При этом намечается, что сохраняется угроза подтопления новых населенных пунктов. Причиной наводнения в Туркестанской области стал прорыв дамбы Сардабинского водохранилища в соседнем Узбекистане после сильных дождей, сопровождавшихся порывами штормового ветра. В пострадавшем районе объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера. Продолжаем выпуск. В назидание потомкам традиционное празднование 75-й годовщины 100 дня Великой Победы пройдет в непривычном для многих казахстанцев режиме реального времени. Вносят свою лепту и рядовые граждане. Так в социальных сетях стартовал флешмоб «Бессмертный полк». Запустили трансляцию мероприятий на военную тематику и учреждения культуры Алматинской области. Выставка картин, приуроченных ко Дню Победы, начала свою работу в режиме онлайн. Среди множества полотен одно из наиболее запоминающихся под названием «Тяжелые воспоминания». Автор работы – профессиональный художник из Талдыкургана Айдар Аскаров. Картина рассказывает о матери, потерявшей на войне своего сына. Глядя на испещренное глубокими морщинами лицо пожилой женщины, начинаешь чувствовать ее тоску по сыну. Так мастер пытался передать кровавый образ жестокой войны. Наша выставка под названием «Мангелик Тахзэм» приурочена к 75-летию Победы. Так мы хотим отдать дань памяти погибшим героям. А также через тематические картины воспитать чувство патриотизма в подрастающем поколении. На выставке собраны более 30 авторских работ художников Алматинской области. Картины разноплановые. Формат проведения выставки онлайн. К слову, трансляция выставки будет проводиться не только на нашем персональном сайте, но также в Facebook и Instagram. Анонс мероприятия уже размещен. Великая Отечественная война стала большим испытанием не только для мужчин. В критический для страны момент женщины также взяли в руки оружие. Так представительницы слабого пола показали, что они могут быть не только хранительницами очага, но и воительницами, способными защитить свою родину. Выставка экспонатов в Краеведческом музее имени Мухаммеджана Тенышпаева как немой свидетель военных баталий, повествующий о героизме советского народа. Эта винтовка была введена в качестве оружия во времена Российской империи, но позже была использована во время Великой Отечественной войны. В нашем музее представлен оригинал винтовки. К тому же он является одним из самых ценных экспонатов. Артефакты времён Второй мировой войны находятся в Краеведческом музее имени Мухаммеджана Тенышпаева. В одном из павильонов расположилось более 250 редких экспонатов. Среди них оружие, боеприпасы, военная форма, архивные документы и фотографии. Наиболее ценными являются письма с фронта, написанные солдатами в перерывах между боями. Уникальность некоторых из них состоит в том, что вместо чернил была использована кровь. В то же время их объединяет одно качество – тоска солдат по родине и семье. К слову, по инициативе Есикского краеведческого музея был реализован проект, который поддержали 9 музеев области. Так, на основе архивных материалов был отснят видеоролик, посвящённый подвигу ветеранов Алматинской области. Наш музей, наряду с другими учреждениями, также работает в интерактивном формате. На электронной странице нашего музея можно пройти онлайн-экскурсию и на военную тематику, которая приурочена ко Дню Победы. Здесь выставлено более 200 экспонатов, 150 из них – из основного фонда. Также всеми музеями области с начала года ведётся работа в рамках 75-летия Дня Победы. Более одного миллиона казахстанцев приняли участие в Великой Отечественной войне. Героизм казахских воинов навсегда останется в памяти народа и военных летописях. Подвиг солдат запечатлён и на страницах книг. Так, в областной библиотеке имени Сакена Сейфулина хранится около 200 художественных и документальных произведений на военную тематику. Наша библиотека весь период ЧП работает в режиме онлайн. Мы проводим поэтические чтения, эстафеты, челленджи. Также хочу поделиться радостным известием. При поддержке Акима области пройдёт онлайн-презентация новой книги под названием «Ерлектын данкы и льдын аркы». Это сборник, посвящённый ветеранам Алматинской области. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова